О перспективах развития заполярной глубинки говорили накануне в региональной администрации. Губернатор Ненецкого округа Александр Цибульский провел рабочую встречу с главами муниципальных образований региона. В ней приняли участие руководители администрации Хариверского, Тиманского, Колгуевского, Шуинского, Омского, Пёшского, сельсоветов и поселка Амдрама. Так, в ходе встреч руководители сельских муниципалитетов обсудили с губернатором вопросы, касающиеся строительства жилья и переселения граждан и строений, признанных ветхими и аварийными. Как отметил глава Колгуевского сельсовета Николай Майков, жилищная проблема является для жителей островного поселка основной на сегодняшний день, поскольку большая часть домов имеют высокую степень износа. Вопросы необходимости переселения граждан из ветхих и аварийных домов, организации ремонта муниципального жилфонда строительства жилья для специалистов на совещании поднимали также главы Шуинского, Тиманского и Тиманского сельсоветов. По словам присутствующего на совещании главы администрации Заполярного района Олега Холодова, на будущий год запланировано строительство двух жилых домов в Бугрино. Кроме того, он сообщил, что начиная с 2020 года за счет районного бюджета объем финансирования по программе жилищного строительства на селе будет существенно увеличен. Также в ходе совещания главы муниципальных образований озвучили вопросы, которые касаются ремонта и содержания авиационных площадок. Эта тема станет предметом отдельного совещания у губернатора с участием представителей администрации Заполярного района и руководства Наринмарского объединенного авиаотряда. Коммунальные отходы КБ и БО сформированы полностью. В окружную столицу доставлено необходимое оборудование и техника, в том числе установка термического обезвреживания твердых коммунальных отходов. Вместе с оборудованием в Наринмар доставлена необходимая спецтехника – Амкадор, МКС-Эмко, самосвал, бульдозер. Кроме того, на сэкономленные деньги приобрели промышленный шреддер, который будет дробить те отходы, которые не подлежат утилизации. Напомню, Наринмар, поселки Искатели, Красное и село Тельвецка вошли в зону ответственности комбината по благоустройству и бытовому обслуживанию. В ближайшее время предприятию предстоит получить лицензию на осуществление соответствующей деятельности, провести торги на транспортирование отходов в городской агломерации, а после установления тарифов до конца года заключить договоры на обращение с ТКО с собственниками отходов. В остальных населенных пунктах на территории Заполярного района будет работать Севержилкомсервис. Минздрав России отложил введение новых правил прохождения медосмотра для получения водительского удостоверения. Как пишет ТАСС, об этом в своем телеграм-канале сообщил заместитель министра здравоохранения Олег Сологай. Напомню, приказ о новых правилах должен был вступить с 22 ноября. Согласно ему, помимо стандартного обследования у нарколога, водителям нужно проходить тест на определение в крови маркера на хронический алкоголизм или наркоманию. Такое нововведение увеличивает стоимость медосмотра, поэтому во многих городах России у наркодиспансеров образовались огромные толпы людей, пытающихся получить справку по старым правилам. По мнению экспертов, стоимость справки психиатра-нарколога в отдельных регионах может вырасти с 200 рублей до 5-6 тысяч. Например, в нашем регионе она подорожала бы в три раза. Сегодня в федеральных СМИ прошла информация о том, что Минздрав решил отложить вступление в силу новых правил медосмотра для водителей. В свою очередь, руководитель окружного профильного ведомства Сергей Сверидов в интервью с журналистом региональных СМИ сообщил, что какой-либо официальной информации о пролонгации этого приказа от министерства не поступало. Мы пока имеем приказ Минздрава, который вступает в силу завтрашнего дня. Соответствующие изменения туда не внесены о продлении срока его вступления. И соответствующие указания, кроме информации СМИ, мы на сегодняшний день еще не получили. И у меня такое обращение к жителям округа, что если есть возможность, то немножко отсрочить прохождение медосмотра, пока мы организационно эти вопросы решаем и получаем от Минздрава соответствующие указания. В ближайшее время Минздраву предстоит провести дополнительный анализ методов, используемых для медицинского освидетельствования, в целях обеспечения их эффективности при адекватном ценообразовании в регионах. Первое заседание Попечительского совета регионального центра выявления и поддержки одаренных детей Неницкого центра развития образования прошло в Наринмаре. Программа реализуется в рамках национального проекта образования, регионального проекта «Успех каждого ребенка». Одной из основных целей является развитие и становление гармоничной и социально развитой ответственной личности на основе культурных ценностей. Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей создан в феврале этого года в соответствии с соглашением, достигнутым между администрацией Неницкого округа и фондом «Успех Сириус». Программа для одаренных детей включает множество семинаров, онлайн-встреч, конкурсов. Планируется, что в следующем году региональный центр поддержки одаренных детей поменяет адрес. Сейчас он располагается на базе НЦРО, а с вводом в эксплуатацию новой третьей школы переедет на новые площади. Это даст и новые возможности для развития. К тому же Департамент образования участвовал в конкурсе на предоставление федеральных средств на развитие региональных центров и одержал победу. В 2022 году на развитие Центра поддержки одаренных детей будет выделено 320 миллионов федеральных денег. В Неницком округе подвели итоги викторины по финансовой грамотности. Она проводилась среди пользователей социальных сетей в рамках Всероссийской недели сбережений. Департамент финансов и экономики предлагал отвечать на вопросы и решать задачи, которые размещались в официальной странице ведомства в социальной сети ВКонтакте. За каждый правильный ответ начислялись баллы. Викторина проходила в рамках недели финансовой грамотности в режиме онлайн. Всего в ней приняли участие 20 человек. После подведения итогов тем, кто допустил ошибки в ответах, Департамент финансов и экономики отправил полную информацию по данным вопросам. Мы заинтересованы в том, чтобы у нас росло благосостояние. Благосостояние – это все-таки правильное управление личными финансами. Поэтому это больше рассчитано на граждан, на жителей, чтобы они повышали свою финансовую грамотность и, так сказать, не попали в руки каких-то мошенников. Потому что на сегодня, конечно, по оценке независимых экспертов у нас в округе не готовы. Жители, так сказать, будем говорить, очень доверчивые и не всегда знают и могут распознать финансовые пирамиды. Поэтому здесь больше мы на проверку именно этих знаний, на то, чтобы они понимали, как правильно расходовать свой личный бюджет и приумножать его. Победители финансовой викторины наградили грамотами и ценными призами. Финал конкурса «Умник-2019» Ненецкого автономного округа прошел в Нарьенмаре. В нем приняли участие молодые новаторы в возрасте от 18 до 30 лет. По результатам конкурсного отбора каждый победитель получит грант в размере 500 тысяч рублей. Цель программы «Умник» – поддержка молодых ученых, реализующих инновационную деятельность. Финал регионального этапа конкурса, а в Ненецком округе он проходит впервые, вышли 4 участника. Среди работ конкурсантов различные проекты, в том числе по переработке мяса оленины, дикоросов и другие. Жюри предстоит оценить проекты, но окончательный итог подведет экспертная комиссия фонда содействия инновациям. Победителю представят грант в 500 тысяч рублей на 24 месяца. За это время необходимо разработать свое инновационное решение и представить исследовательскую работу. Кроме того, конкурсам предусматривается второй этап. На эти средства инноватор может приобрести оборудование и внедрить проект. Конкурс проводится в рамках реализации в Ненецком округе национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. Мастер-классы, спортивные игры, викторины и розыгрыши, объединенные на одной площадке, посетили сотни горожан. День моржа стал уже шестым по счету. День моржа в Ненецком округе проходит в шестую раз. Он организован по инициативе Всемирного фонда дикой природы. Праздник призван привлечь внимание к проблеме исчезновения этих морских млекопитающих. Он учрежден еще в 2008 году и весьма актуален для заполярного субъекта. В нашем регионе обитает Атлантический морж. Основные лежбища клыкастых зоровиков находятся на песчаных и каменистых пляжах островов Колгуев, Гуляевские кошки, Галец, Матвеев, Долгий Вайгач. Арктические млекопитающие занесены в Красную книгу Ненецкого округа и в Красную книгу России. Арктические млекопитающие